Десногорцы отметили день семьи, любви и верности. Мы раздаем людям на улицах ромашки, поздравляем их с настояпающим праздником. Акция на улицах города «Подари ромашку». Книги о человечности, о добре, о любви, о семейных ценностях. Экспедиция в мир духовной книги. Сводка криминальной обстановки в городе. А сейчас об этих и других событиях подробнее. День семьи, любви и верности отмечается не так давно, но десногорцы его уже успели полюбить. Это день памяти православных святых супругов Петра и Февронии Муромских, которые издавна почитаемы на Руси как хранители семьи и брака. В Десногорске тоже есть семейные пары, прожившие браки много счастливых лет. О том, как чествовали семьи, которые могут стать примером для молодежи, расскажем в нашем следующем сюжете. Медалями за любовь и верность в этом году награждены семь семей. Николай и Раиса Шостак, Николай и Антонина Глазьевы, Юрий и Валентина Рожковы, Алексей и Елена Корюхины, Андрей и Нина Алферовы, Владимир и Галина Заботины, Алексей и Валентина Силантьевы. Десногорские семьи-долгожители поздравил глава города Андрей Шубин. Уверен, чем больше будет дружных и благополучных семей, тем крепче станет наша Россия. В этот день искренние поздравления в первую очередь семьям, прожившим не один год вместе, пережившим разные события, но несмотря ни на что сумевшими сохранить любовь и взаимопонимание. Особые слова благодарности всем десногорским семьям, воспитывающим детей, многодетным семьям и семьям, воспитывающим приемных детей. Отметим, что Владимир и Галина Заботины в апреле этого года отпраздновали золотую свадьбу – 50 лет совместной жизни. А семья Силантьевых Алексей Фомич и Валентина Никитична в феврале отметили свою бриллиантовую свадьбу. Я хочу сказать всем молодоженам города Десногорска, чтобы они, супруги, уважали друг друга, относились с любовью, берегли друг друга, обходили все острые углы и, так сказать, не ссорились по пустякам, а находили общие решения. Много улыбались, друг друга любили и почаще говорили, так сказать, прекрасных слов. С праздником всех десногорцев поздравили коллективы «Вольная станица» и «Ренессанс городского центра досуга», а также гости из Смоленска – группа «Страйк». Самый веселый праздник лета Иван Купала отметили на Смоленщине. Во Флёнове 7 июля прошли народные гуляния. Гостей праздника встречали персонажи былинных сказаний, которые рассказывали о народных поверьях и легендах Купальской ночи. Смоляне участвовали в играх, конкурсах, обрядах и в гадании на венках. 3120 рублей составляет с 1 июля в Смоленской области размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребёнком. До этого, как сообщили в региональном отделении Фонда социального страхования, размер пособия был 3065 рублей. Изменение размера пособия связано с установлением нового минимального размера оплаты труда, который составляет с 1 июля 7800 рублей. В преддверии Дня семьи, любви и верности воспитанники летнего лагеря из первой школы провели на улицах города акцию «Подари ромашку». Подробности далее. Эту акцию ребята, посещающие летний оздоровительный лагерь, проводят каждый год. Ежегодно наш лагерь, лагерь первой школы, круто проводит акцию, которая называется «Ромашка», так как ромашка – это символ этого светлого праздника. Наши воспитанники, дети с лагеря, поздравляют жителей нашего города и дарят им букеты ромашек. Вот и в этот раз подростки прошлись по улицам города, рассказывая горожанам историю Петра и Февронии, напомнили о традициях и символах этого праздника. Мы раздаем людям на улицах ромашки, поздравляем их с наступающим праздником и дарим им хорошее настроение. Маленький букетик ромашек получил каждый, кто встретил на улице этот удивительный десант. Молодцы ребята. Мы даже не ожидали получить ромашку и цветочки. Я даже удивился. Приятно. Все-таки воспитывается поколение, которое должно знать об этом празднике, чтобы чтили, уважали. Я считаю, что правильно. Дорогие десногорцы, поздравляю вас с праздником. Желаю быть любимыми и любить. Хорошо, что такие замечательные традиции существуют в нашем городе. 11 июля – День донора. В Десногорске сдать кровь в этот день можно будет в медико-санитарной части номер 135. Желающие дать кровь должны предварительно позвонить по телефону 727-85 для записи и дополнительной информации. На Смоленщине установят дорожные знаки с информацией о памятных местах воинской славы. В рамках исполнения поручения губернатора Алексея Островского состоялось заседание рабочей группы по реализации совместного проекта администрации региона и Российского военно-исторического общества, предусматривающего установку информационных знаков о памятных местах воинской славы на автодорогах федерального и местного значения Смоленской области. В обсуждении данного вопроса приняли участие представители органов исполнительной власти, регионального отделения Российского военно-исторического общества, историки и краеведы. В конце 2016 года Десногорская детская библиотека приняла участие в конкурсе грантов «Православная инициатива» фонда «Сработничество» и одержала победу. В 2017 году сотрудники библиотеки приступили к реализации идеи. Радиопроект «Большая книжная экспедиция» в мир духовной книги начал свою работу. На деньги, полученные из фонда, библиотека приобрела более 500 экземпляров новых книг и сейчас активно знакомит с ними своих читателей. Библиотекари всех абонементов подготовили книжные выставки, сопровождаемые ознакомительными презентациями. Больший упор мы делали просто на литературу духовно-нравственной направленности, книги о человечности, о добре, о любви, о семейных ценностях, то есть то, что учит ребёнка жить в этом мире, жить правильно. Новая литература разделена на три возрастные категории для читателей до 7 лет, от 7 до 11 лет и для читателей от 12 до 16 лет. Вселетние месяцы библиотека работает со школьными площадками и именно в это время проходит ознакомление с новыми книгами читателей от 7 до 11 лет. В информационно-справочном центре оформлена красочная выставка с названием «Традиции. Духовность. Возрождение». Она посвящена в основном жизни преподобного Сергия Радонежского, который почитается как заступник земли русской, наставник монашествующих, покровитель русского воинства и особенно покровитель детей. Мне очень понравилась эта лекция. Лекция очень занимательная, интересная, и тем более, что даже маленьким детям она очень понятна. Ну, все прошло очень естественно, хорошо, красиво. Я обязательно возьму какую-нибудь книгу и почитать себе домой. После того, как пройдут все ознакомительные презентации, ребятам будет предложено поучаствовать в конкурсе «Отзыв о прочитанных книгах». Мне понравилась эта книга. Сами читатели выберут самые яркие и запоминающиеся произведения, которые впоследствии будут прочитаны на Десногорском радио ДЛСФМ. С начала года право охотиться в лесах лишили семерых смолян, как рассказали в областном департаменте по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства. В 2017 году по решению мировых судей за нарушение правил охоты право производить охоту были лишены семь смолян. Все они не смогут охотиться в течение периода от одного до двух лет. Всего с 2013 года лишены право производить охоту 38 охотников. В Рословле произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись автомобили БМВ и Шкода. Происшествие случилось на Красноармейской улице в районе 16-го микрорайона по направлению к Варшавскому шоссе. В результате происшествия автомобиль Шкода вылетел в кювет и опрокинулся на крышу. Подробности уточняются. А о том, что произошло у нас в городе за минувшую неделю, нам расскажет майор полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 102 сообщения о происшествиях. Из них 11 сообщений о преступлении. Зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 125 административных правонарушений, в том числе 102 нарушения правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечены 2 человека. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 8 человек. В лесах Смоленской области нашли странные символы. По информации издания геопресса.ру, в сети появились снимки со спутников, на которых с высоты четко видны знаки на местности в лесных массивах. Так, возле деревни Близнаки нашли огромную стрелку, направленную, как утверждают исследователи, в сторону областного центра. Жители деревни уверяют, что проплешина в лесных зарослях здесь была всегда. Еще один символ нашли возле деревни Хохлова. Он представляет собой два соединенных между собой ромба. Поменьше и побольше. Происхождение знаков пока остается загадкой. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин